Привет! Сегодня такая тема своеобразная, то есть, как бы, ну, в общем, тема влияния дерева на, как бы, ну, на звук, собственно говоря, вот эта деревянная теория, которую, в общем-то, то есть, о которой сломлено уже сколько копий, значит, когда люди там изучают влияние дерева на, в общем, на все вот, ну, на звук, что там кто-то кричит, что дерево на звук не влияет, кто-то говорит, что влияет. Вот я принадлежу к тому лагерю, в общем, людей, которые стоят на позиции о том, что дерево на звук все же влияет. И, то есть, как бы, ну, просто чисто по каким-то даже физическим показателям, если взять это, да, допустим, ну, как бы, как дерево высушено, как дерево, в общем, как бы, то есть, как дерево хранилось, как дерево, в общем, ну, собственно, как сам инструмент сделанный хранится, как за ним ухаживают, то есть, все это, как бы, влияет на звук, то есть, да, ну, и, конечно же, надо, чтобы просто на нем играли, просто на инструменте, да, потому что, я вот, допустим, да, вот у меня инструменты уже, вот, которые вы видели, все, вот, красный, этот, такой перламутровый фендер, который вы видели, значит, все уже, ну, если не видели, посмотрите, вот, ему уже 15 лет, то есть, в принципе, как бы, да, я его взял, там, в 12-м году, но сам инструмент, вот, он сделан в 2004-м, в 2005-м году он уже пошел в стерео, то есть, 15 лет инструменту, и вот я, действительно, я эту, как бы, ну, я эту штуку сам для себя, как бы, заметил, что все-таки оно, как бы, влияет на, ну, дерево все-таки влияет на звук, да, как бы, и тем, что, как бы, оно, вот, действительно влияет, я подвел просто, вот, как бы, даже, просто, чисто даже по времени, то есть, по времени, как бы, ну, сколько, вот, сделан инструменты, инструменты, напомню, уже 15 лет, и потом, я еще тоже, кстати, вот, как-то летом, да, я говорю, летом взял инструмент, что-то, да, ну, в очередной раз, что-то то есть, как бы, сел играть, и тут, как бы, ну, так получилось, а погода была, ну, лето, все хорошо, значит, я просто даже почувствовал, как этот высушенный, ну, высушенный гриф, да, то есть, вроде, ну, вот инструмент, все, значит, сухой инструмент, и вот, блин, реально, то есть, это вот, я говорю, то есть, вот, вот, а еще, когда, я говорю, когда еще, то есть, все это, ну, естественно, как бы, резонанс-то, он, как, как бы, через деревяшку, как вы понимаете, передается, ну, то есть, там, вопрос, с какой, как бы, с какой частотой, ну, как бы, как вот, с какой частотой, как, как бы, ну, там, интенсивность, ну, это, там, можно, можно, в принципе, даже замерить, я бы сказал, да, что, в принципе, там, если задаться целью, это, как бы, можно замерить, но все равно, то есть, да, если, как бы, да, то есть, учитывая, что, да, там, струны на нем висят, там, да, датчики, вот, ну, там, свои колебания, как бы, передают, тоже, все это влияет на, ну, как бы, хоть, ну, я говорю, что опосредованно может влиять, но влияет, все равно, с какой, там, интенсивностью, и, там, как, это самое, ну, если, если задаться целью, наверное, можно это замерить, ну, в принципе, да, то есть, как, как бы, да, там, все это влияет еще и тем, что, как бы, да, условно говоря, как, да, то есть, ну, на наш климат, это тоже очень, потому что на климат, допустим, летом я взял инструмент, да, допустим, проверил, да, он, как бы, был такой, ну, суховатый, такой, ну, то есть, сухой, все, просто, просто крутой, да, там, хорошо, хорошо высушенный, я думаю, о, блин, даже, даже, то есть, что говорить, как бы, даже сам почувствовал это, а тут что-то взял, я говорю, то есть, поскольку у нас, я говорю, Питер, это еще город, как бы, влажный, сами понимаете, да, что такое, как бы, влаги тут достаточно, я что-то тут, я говорю, тут где-то на днях, что-то тоже тут погода была не ахти, ну, как, как бы, всегда в Питере, хмуро и сыро, как говорится, да, что-то, блин, действительно, аж почувствовал, когда я говорю инструмент, вот, да, там, когда говорят вот эти, что там инструмент ведет, там, от, там, ну, то есть, что там все впитывается, влага впитывается, все там, то есть, ну, как говорится, и, как, ну, все это вот, там, впитывается, и влага впитывается, и все, и, И все это влияет на звук, как бы, да, то есть даже прям почувствовал у тебя там даже гриф там туда-сюда чуть ли не пошел, да, как бы. Ну вот, и такое явление тоже, как бы, имеет место быть, но у меня, как бы, я говорю, я даже вот инструменты, я не доверяю этим мягким кейсам, вот этим мягким. То есть у меня все инструменты лежат в твердом кейсе, то есть, ну, в твердых, да, то есть, и там какой-то микроклимат все равно, то есть он какой-то есть, ну, все равно, даже если он в кейсе вот лежит, все равно какой-то микроклимат есть, и он, ну, все равно, то есть у тебя, как бы, инструмент высыхает и набирает влагу по определенным, как бы, ну, вот, какая-то, как бы, стабильность есть. Ну, относительная стабильность, да, потому что все-таки у нас климат в нашей стране, особенно это, как бы, особенный климат, потому что как-то он, то есть, ну, у нас все как-то гуляет, у нас когда там отопление включают, все тоже начинает гулять. Ну, и я говорю, как бы, и звук-то тоже, на самом деле, он распространяется, тем более у меня, я говорю, то есть, вот, те звучки, да, которые вы видели, да, вот, на нем, да, то есть, Айта Сеймар Дункан, Hot Rails и SSL-4, Ричи Блэкмор, там, два сингла, да, вот это. А в бридже стоит вот этот Hot Rails, да, значит, SHR-1, вот этот датчик тоже Сеймар Дункан, вот, да, то есть, я, у меня весь сет вот этот Сеймар Дункан, и он, ну, честно скажу, как бы, да, то есть, все вот это вот, как бы, ну, то есть, он все время стоит, вот сколько, 15, да, там, 15 лет гитаре, он вот, я, как бы, на нем, то есть, у меня такая тоже тема есть, что, вот, я, как бы, себе подбираю, как бы, сет, как бы, гитарный, ну, то есть, звукоснимателей, так, что, как бы, вот, у меня, я поставил, ну на гитару да как бы все у меня это гитара стоит с этим сетом да то есть как бы там еще одна гитарой другой сет то есть как вот под каждую гитару индивидуально подбираю ну и как бы все равно как бы дерево же впитывает впитывает все равно и резонанс тоже стоят такими словами как бы говорим да что там впитывает не впитывает ну так уж извините да тем более говорю как бы все это игру и там надо учитывать что как бы и струну там и струны нависают над ну то есть висят же тоже на бридже там все равно какие-то колебания есть как бы да там и причем кстати говорю вот лады даже да вот у меня лады были сменены да как бы в девятнадцатом году мне поменял мастер лады как бы и действительно игру как бы даже вот при так ну как бы при таком изменении там мне даже кажется что гитара игру как бы приобрела он приобрела в звуке а он мне поставил там значит лады профилем ну не профилем даже размер 2 и 8 то есть такой еще хороший и значит гитара вот с этими ладами 2 и 8 как бы это помните белорусские лады наши но это вы тоже можете посмотреть там видео там смена ладов то есть да как бы там что-то значит поскольку лады тоже были уже убиты и как бы на этой гитаре а вот как бы поменял на этом красном фендере как да и все как бы это тоже как бы добавила вот там то есть добавила в звук тоже нужно понимать да то есть как бы а и тут я брал как кстати игру как когда брал гитару игру летом у меня лады еще не были сменены да как бы но так она тогда я говорю то есть так тогда я даже сам почувствовал вот этот как бы ну вот такой прямо вот вот вариант высушенного дерева вот именно настолько высушенного что вот вот реально то есть и я говорю а а тут я тоже вот через сейчас взял вот пару там где-то неделю назад что ли инструменты прям что-то погода была тоже такая никакая как бы что влажность большая и тут как бы вот тоже я говорю как бы тут прямо то тоже чувствую что там все эти как бы перепады температуры да и там плюс отопление у нас как вы знаете включают тоже там как бы батареи шпарят так что это самое что тоже как говорится как не в себя шпарят поэтому вот так получается что как бы то есть ну и я говорю как бы звука звук ты все равно он тоже как бы опять же договорим да какое дерево потому что мне игру тоже от мастера игру как вот относимся на там 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 к нашим вот этим вот как бы делаем гитары там все как вот к нашим производителям он мне сказал вообще такую вещь что будет вообще из нашего дерева даже гитары делать собственно говоря нельзя потому что то есть как бы влияет на гитару все там от места произрастания этого дерева там от от его обработки от его высушку то есть от его просто вот как она там на заводе сохла там то есть да и там когда она там приехала не приехала как она ехала то есть как то есть условно говоря как гитара сделано тоже там это тоже все влияет поэтому то есть как бы и звук да то есть вроде вот тоже все говорят да то есть там звукосниматели там это тоже вот все говорят что звукосниматели влияют не влияют скажу я вам скажу что все влияют и звукоснимателей то как собственно сама гитара сделана и как и когда сделано и как бы все все это влияет и действительно потому что когда ты берешь допустим даже ну вот допустим да у меня вот ему 15 лет инструменту да то есть он действительно как бы вот прямо ну чувствуется как ну что ли даже я я правда не особо в это верю в этот энергетический как бы обмен но все равно он да то есть прямо вот ты чувствуешь даже сама как гитара набирает вот этот вот что вот всю вот эту энергетику там да то есть хотя я как бы стараюсь на этом не концентрирует не концентрироваться то есть просто как бы играешь и играешь как говорится да вот ну и я говорю опять же а вот взять если гибсон да вот тоже там свое как бы все да то есть и датчики кстати вот на агрона на гибсоне лучше вообще то есть там лучше гибсона ничего нет по сути да там ну если как бы если надо можно поставить там не не знаю сеймар дункан тоже все как бы все потихоньку там влияет ну конечно как бы опять же надо смотреть опосредован насколько она как бы да то есть потому что все равно датчик он дает резонанс да то есть резонанс этот впечатывается как бы в дерево грубо говоря я как бы это все я игры это все утрировано и индивидуально все эти вот все эти моменты да ну я говорю гибсон который просто вот он даже допустим гибсон чем отличается что там все равно даже производство немножко то есть немножко отлажено о вернее немножко отлажено говорю там производство уже не как бы сказать немножко отлажено это 150 лет так на минутку да то есть они уже как бы знаю что делать с этим что делать с деревом что делать с деревом как его там обработать и что и даже там говорят даже там до того дошло что как бы как вбить лады то есть условно говоря они даже на этом собственно там специальный станок у них есть на фабрике там который вот вбивает насколько он вбивает лады вот в накладку грифа вот это тоже типу очень влияет там на все то есть на его там стабильность строя на на и вообще на ощущение ну и действительно кстати по ощущениям вот я говорю то есть это все тоже как бы субъективно но я опять же повторяю что я в это во все верю субъективно еще в том что даже допустим да вот я и я по себе говорю что даже вот ты берешь гибсон допустим да и он сидит как как в литой в принципе да там резонанс гибсона допустим он все равно присутствует другое дело что он присутствует может быть в большей или меньшей степени ну тут в зависимости от собственно от модели как бы и и качество ну то есть качество исполнения там допустим лэспол джуниор его допустим может быть немножко меньше там лэспол studio ну так себе там туда-сюда то есть тоже там лэспол допустим стандарт это вообще другой резонанс то есть этот самый гибсон и sg допустим вообще тоже другой резонанс то есть он не звучит как лэспол и там то есть все это как бы да вот ты берешь инструменты ты знаешь что ты что ты берешь как бы и вот ну другое дело я говорю от модели конечно зависит сколько как и сколько как и когда там сделан тем более я говорю у них тоже там года даже сами года они там как бы в производстве тоже это там какие-то года удачные какие-то неудачные и потом тоже опять же там как бы вот сколько ну допустим сколько играется на инструменте тоже важно там да то есть это вот как если это твой там любимый инструмент как допустим вот мой этот красный вот этот страт 15-летний тоже как бы вот принципе да то есть ты вроде как вот вроде все есть да но тебя все равно подспудно тянет вот к этому к этому страту то есть любимому да и ты уже там ну как бы вот ждешь от него ты знаешь что от него ждать как как он прозвучит где он что он прозвучит как он даст что что не даст все это как бы ну как говорится отпечатывается на инструменте ну как вот да то есть все вот насколько это важно и в звуке конечно тоже передается даже вот я для себя такую штуку понял что мне допустим да то есть даже синглы синглы разные да казалось бы синглы да там все не шумящие там все вот эти там определенные да вот эти не но из леса вот те просто которые не фонят вот та вот как которые у меня стоят сссл 4 до ричи blackmar модель да но я все равно знаю что вот мне допустим вот не хватает ну то есть она все равно как бы это сингл-то сингл но звучит он все равно по-своему как-то то есть да то есть мне не хватает вот этой рыхла ну то есть такой такой рыхлой рыхлости в звуке немножко да то есть именно вот такой стекольность именно вот таких вот 70-х фендеров которые вот раньше ну то есть которые раньше делались Это все равно тоже Дерево Если взять инструмент Которому лет 40 Если вдруг кому попадется Вы наверное тоже поймете Что он по другому звучит И все равно Модель от модели По другому звучит Это тоже Влияет Год влияет Модель сама влияет О том как его производят Но сильно конечно Эти компании Фендер Гибсон Компании с гигантской историей Технологический процесс у них отлажен Все равно какой-никакой Он все равно отлажен И процесс Звук сам У них все равно этот обертон Можно найти Мне допустим Говорили Если Гибсон сразу звучит Допустим То он звучит сразу Никаких там Премудростей В смысле того Что Нету Дерево Оно Все в себя впитывает И все равно Это круто Ты прям Это ощущаешь Потому что берешь Новый Инструмент Какие-то Они Все равно Еще надо Разыгрывать Все равно Давать Энергетику И все Хотя В энергетику Тоже я сильно Как бы Сильно Не погружаюсь Это все-таки Какой-то Такой Ну Не знаю То есть Как бы Я вот Я говорю Я верю В эту Деревянную Теорию Мне То что Она Все равно Потому что Датчик Он же Все равно Снимает Ну Снимает Колебания Струн И передает Их В Как бы В дерево Ну С другой стороны Как бы Насколько Тут уже Можно говорить Да Насколько Сильно Но Все равно В акустике Вот в акустике Это еще Еще сильнее То есть Там дерево Прямо Вот реально Зависит А вот В электро Ну Тут Собственно Говоря Своеобразно Тоже Ну Я Я и здесь Собственно Говоря Придерживаюсь Вот этой Деревянной Теории Которая Как бы Да То есть Которая Ну Что То есть Дерево На звук Влияет Потом Какое Дерево Я говорю У меня Вот несколько Инструментов То есть Опять же Гибсон Это одно Фендер Допустим У меня есть Еще один Белый Фендер Да Там Такой Он прямо Металюжный То есть Там вообще Другое Там Дерево Это Как его Американская Липа И все равно А здесь Кстати Дерево В красном Фендере Которому 15 лет Тут Дерево Ольха Собственно Говоря Вместе С кленом Клёном 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 Клёновый Гриф Без Накладки И Ольха Ну Допустим На Моем Белом Фендере Олимпик Уайт Допустим Да То есть Там Стоят Вот Датчики Эти Господи Сеймор Дункан Хот Рейлз В Неки В Бридже Но Там Дерево Я говорю Американская Липа Дерево Деки И В общем Тоже Сам Гриф Клёном И Накладка На него Палисандр Кстати Накладка На мой Взгляд Тоже Влияет Потому Что То есть Как бы Вот у меня Вот этот Гриф Без Накладки Вот Собственно Звучит Все-таки Ну так Немножко Немножко По-другому Как бы Оттенок Сам Другой Ну и Вот Как бы Такие Вот дела Как бы В плане Да То есть А здесь Я говорю Гриф С накладкой С накладкой Да То есть С накладкой Он звучит Так более Ну То есть Как бы Более Уверенно Что ли Как-то Так Более Ну То есть Как бы Накладка Тоже Влияет На Звук Да То есть Как бы Ну И какое Дерево Тоже Там Это Как мы Уже Выяснили Что Да Я говорю Американская Липа Оно звучит Более Остро Более Так Ну Более Так Прорывно Прямо Вот Так Прямо Долбит Просто Долбит Прямо Вот Мощно Жирно Так Прямо Все Так Металлический Так Это Вот Все А это Я говорю Альха Он Так Более Лайтовый Что Ли Так То есть Да Как бы Энергетика Я говорю Как бы Все равно Она Передается Вот Как бы Вот Насколько Это уже Дискуссионный Вопрос Там Да Но Но Я говорю В дерево Все равно Как бы Деревяшка Все впитывает В себя Как Хотя Тут Мне Некоторые Сказали Что И Звукосниматель Тоже Впитывает Впитывает Звук Но Это Уж Я Тут Там Там Как Говорится Вот Здесь Я говорю То Что Касается Звукоснимателей Там Физика Вот Здесь Физика А Тут Я говорю Ну И Тут Собственно Говоря И Дерево Это Тоже Условно Говоря Это Тоже Воздействие Вот Всякая Влажность Сухость Вот Это Все Это Тоже Вдействие На Дерево И Тут Как бы Да Главное Главное За ним Ухаживать Тоже То есть Протирать Лимонным Маслом Полиролями Как Да И Тогда Я говорю Инструмент Вот Больше Лучше Прослужит И Все Как бы Останется Так Как Есть Ну В смысле Как Качественно Ну Вот Все Будет Как Очень Здорово И Хорошо То есть Как Так Что Я Тоже Я Принадлежу К Той К Тому Лагерю Людей Которые Говорят Что Дерево Влияет На Звук Потому Все Равно Колебания От Звукоснимателей Они Передаются В дерево Это Как Б Ну Уже Факт Это Факт Что Они Передаются В дерево И Их Ну Как Б Впитываются Скажем Так В дерево Вопрос Насколько Опять же Насколько Как Б Там Это Прям Вот Влияние Прям То есть Насколько Оно Мощное И Насколько Оно Такое Зависимое Я бы сказал Что тут Зависимость Множество Факторов Такое Да Как бы Вот И Погода И Само Дерево И Там Где его Произвели Ну То есть Где там Гитару Сделали Как ее Сделали Что То есть Собственно И там Какие Звукосниматели Подобрать Под дерево Там Тоже Кстати Дискуссионный Тоже Кстати Дискуссионный Вопрос Этот Вопрос Тоже Но Я вот Я говорю То есть Я Если сформировал Звук Да То есть У меня Вот На Каждый Из Гитар Свой Сет Звукоснимателей То есть Стоит Как бы И Поэтому Это Все Как бы Тоже Очень Важно Тем Более Я Говорю То есть Все Это Короче Ну То есть Тоже Опять Ж Говорю Как Гитара Ехала Как Гитара Там То есть Как Ее Хранили То есть Ну Там Как За ней Ухаживали Тоже То есть Протирали Там Вот Этими Всеми Там Полиролями Там Типа Карнауба Там Всякими Полиролями Там Денлоп 1-2 Там Лимонное Масло Опять же По-моему Денлоп 0-5 Вот Это Там Вся Ну Это Все Как Если Вы Ухаживаете За Инструментом То Он Вам Собственно Говоря И Прослужит Ну И Конечно Я Говорю Все Эти Вот Как Говорится Все Энергетические Вопросы Тоже Важны Потому Что Там Есть Люди Которые На Одной Гитаре Играют Как Стив Райвон На Своем Таком Деревянном Стратокастере Такого Коричневого Цвета С Надписью СВР Вот Вот То есть Он Там На Нем Играл Там Всю Свою Жизнь Я Уж Представляю Какая Там Энергетика Заложена То Да Ну Это То 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 Собственно Говоря Ну И Звук Все равно То есть Потому Что Резонанс Определенный Все равно Он укладывается Как ни крути В Ну То есть В дерево Тоже То есть Дерево впитывает Весь этот Резонанс Все это То есть Да Как бы Я кстати Считаю Что Вот Реально Я Считаю Я это уже Говорил Что Там Хорошие Звучки Там Да Это Сэммер Дункан Я Вообще Кстати По поводу Гибсоновских Звучков Вот Я Кроме Оригинальных Звучков Гибсона Ничего Не вижу То есть Вот Потому Что Звучки На Гибсон Хотя Некоторые Ставят И Сэммер Дункан Тоже Как Я Говорил Да Там Как То есть Да Потому Что Сэммер Дункан Тоже Хорошая Фирма И Сэт Ловер И Джейсон Валар И Бил Лоуренс То есть Все Это Да Как Но Я Вот То есть На Звучках Да Потому Что Мне Как То Показалось Именно Вот Этого Звучания Семидесятых Годов То есть Вот Этого Такого Сухого Такого Конкретного Звучания Ну Наверное Да То есть Ну Поэтому Вот Так Вот Как Да То есть Все Это Влияет На Звук Да То есть Как И Датчики И Сборка И Качество Дерево Там И Произрастание Потому Что Говорилось Да Что Как Бо Там Из нашего Дерева Опять же Говорю Да Что Лучше Ничего Вообще Просто Не делать Ну То есть Потому Что Ну Это Вообще Как-то Не Приспособлено Для Дерева Ну В смысле Для Именно Для Гитары Вот В плане Потому Что Да Как Ну Вообще То есть Да Это То есть Наше Дерево Не Очень Подходит К Гитарам Также Я говорю В акустике В акустике Это вообще Кстати Колоссальное Имеет Значение Да Там Потому Что Там Звучит Только Дерево Здесь Это Все Так Я Влияет Да Как Как Не Крути Да Там Сингл Хамбакер Там Активный Он Кстати Многие Говорят Что Активы Не Влияют Так Это Все Тоже Влияется Да То есть Как Там То есть Все Как Влияние Все В комплексе Я Б Сказал Что Это Как Б Там Влияние Дерева На Звук Оно Комплексное Поэтому Вот Именно Вот Ну Но Оно Есть Да То есть Опять Же Там Так Что Как Было Так И Вот Дела